Счета Капитал Тур разблокированы. Это подтвердила генеральный директор компании Инна Бельтюкова. Но чтобы туроператор вернулся к нормальной работе, по его словам, потребуется еще дня два. Напомню, счета компании оказались заблокированы за долги перед московским кредитным банком. Расплачиваться за это пришлось туристам. Ситуация разбиралась Майтов Хелидзе. Что же стало с туристами в Дубае? Компания Капитал Тур утверждает, что все проблемы улажены. Туристов уже заселили в отель. Мы еще раз объяснили с нашим партнером, и поэтому он заскал возможность вернуть ситуацию в нужный русский. Мы нашли компромисс с Московским кредитным банком. Туристы, те, которые не поселятся в отеле, они решаются. Этот вопрос в Дубае решен. Где-то, если еще возникает ситуация, она решается. Напомню, что российские туристы 12 ноября прилетели на отдых в Арабские Эмираты. И отель отказал им заселение. Дело в том, что компания, которая их отправляла, а именно Капитал Тур, не смогла оплатить их проживание. Счета туроператора арестовали за долги. Турфирма должна была погасить до ноябрьских праздников задолженность в 45 миллионов рублей перед Московским кредитным банком. Однако сделать этого не смогла. И банк арестовал все счета компании. На сегодняшний день мы получили подтверждение от ресепшена отеля, что наше проживание оплачено. Мы остаемся в отеле каждый до конца периода. Соответственно, кем это утверждение было прислано, никто не знает. Агенты наши также не владеют информацией о том, какая ситуация. Но по-прежнему говорят о том, что Капитал Тур утверждает, что изначально все было хорошо. Туристы были обеспокоены, что платить за проживание придется из своего кармана. Максимальная сумма необходимого финансового обеспечения для крупных игроков туристического рынка составляет всего 100 миллионов рублей. И в случае, если компания обанкротится, свои деньги получат лишь те клиенты, кто успеет первым собрать документы. Капитал Тур входит в десятку крупнейших турфирм страны. И по собственным данным, они ежегодно отправляют за границу около 200 тысяч человек. Поэтому в случае банкротства этих денег хватит лишь на то, чтобы рассчитаться всего с 6 тысячами клиентов. Но сами руководители утверждают, что ни о каком банкротстве не может быть и речи. Компания уже нашла компромиссы с банком-кредитором. И счета разблокируют в течение двух-трех дней. А за проживание туристов компания деньги уже перечислила. Мы решили вопрос с МКБ о разблокировке счетов. Но процедура требует как минимум еще 2-3 дня для того, чтобы это реализовать. А на сегодняшний день мы уже не имеем возможности отправлять клиентов. У нас на завтра не оплачены билеты, у нас нет размещения. Поэтому мы временно вынуждены приостановить отправку клиентов за рубеж. Хотя я, конечно, не исключаю, что информация о том, что завтра выезд не состоятся, может спровоцировать действия принимающих партнеров, а точнее отельеров, которые принимали в пятницу людей без оплаты. Для них это месседж, что у компании может не быть возможности рассчитаться. И вот это то, чего мы опасаемся больше всего, потому что в границе находится достаточно много туристов, заехавших уже в пятницу. А инцидент с российскими туристами, которые 12 ноября не смогли выехать из страны, так как их билеты на рейсы аэрофлота в Ларнаку, Дубай и Барселону просто не были оплачены, руководство объясняет технической накладкой. В пятницу не улетели только 9 человек. Мы их отправили в субботу. Сбой был вызван издержками появления посредника между туроператором и аэрофлотом, билетной фирмы «Гуд». В ближайшее время мы будем вести переговоры о восстановлении прямого контакта с авиакомпанией. Туроператор «Капитал Тур» основан в 2003-м Инной и Игорем Бальзюковыми, известными в турбизнесе благодаря их предыдущему проекту – компании «Инна Тур». Они создали компанию в начале 90-х, взяв банковский кредит под залог своей единственной однокомнатной квартиры. 2000-му «Инна Тур» превратилась в одного из ведущих игроков российского туристического бизнеса. Суброги стали подумывать о привлечении инвестора, чтобы вывести частный проект на качественно новый уровень. 75% акций компании они продали «Госинкор Холдингу». За два последующих года оборот «Инна Тур» вырос в три раза и достиг 120 миллионов долларов. Но вскоре взгляды на стратегию компании разошлись с основным инвестором. Сегодня «Капитал Тур» входит в лидирующую тройку компаний в сфере турбизнеса. Она предлагает более 40 туристических направлений. Сейчас на сайте компании информируют, что в связи с блокировкой банковских счетов турфирма не может исполнять свои обязательства перед клиентами по всем турам. И во избежание отказов в заселении просят продавцов путевок не отправлять туристов через «Капитал Тур» на отдых 17 ноября до появления специального уведомления.